Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот карта боевых действий на сегодняшний день. Вот где синий и красный идут бои. Зачитаю вам последнюю сводку новостей. Украинские войска вышли на административную границу Луганской области, Сватовском районе. Вот я вам говорил уже, что здесь уже ВСУ находится на линии. Здесь идет трасса и красная граница, вот это Сватово. И вот, видите, Луганская область, Сватовский район. 13 октября группа украинских воинов вышла на административную границу Луганской области, Сватовском районе. Об этом сообщил журналист Андрей Цеплиенко. Группа украинских воинов фиксирует момент приближения к стеле Луганской области, Сватовском районе. Вот как раз небольшое видео, посмотрите. Здесь украинские военные уже подошли. Сватовский район, видите, все уже. И как бы уже... Сейчас я вам покажу еще по карте потом, как это все выглядит. Так, это вот как раз Сватово. И вот это здесь трасса идет на рубежное. И здесь уже вот даже Табаевка есть такой поселок. И уже здесь на этой линии, уже ВСУ стоит. И вот последняя информация. Ай, здесь еще так. Так. Российская оборона рассыпалась на нескольких участках. Сейчас актуальные карты боев вам покажу. ВСУ достигли новых успехов в наступлении. На отдельных районах фронта обороны и военные позиции российских оккупантов посыпались, как карточный домик. Продолжение россиян на Донбассе замедляется. Причина – большом количестве потерь. Отсутствие боевого опыта и низком моральном духе ряда оккупантов. Вот эта карта общая, как бы, боев. Ну, здесь не так подробно, а вот, что здесь пишут, последняя информация. За минувшие сутки ВСУ достигли определенных успехов. На северо-остовщем направлении Харьковщины, рядом со Сватово. В районе населенного пункта Крахмальная российские военные сдались в плен. Я вам потом сообщу эту информацию подробнее. По непроверенной информации, украинцам удалось взять под контроль несколько сел, среди которых Берестовое, Песчаная и Табаевка. Ну, вот Табаевка я вам показываю, где. Вот эта трасса идет здесь, начиная вот здесь Купянская, и сюда вот, да, Рубежная, через Сватово. Вот по этой линии уже ВСУ сейчас контролирует ситуацию. Так, и вот, да, здесь как раз карта показана, вот здесь. Российские военные проводят различные оборонные действия рядом с Креминой. Несмотря на их попытки доказать, что они контролируют весь район, в направлении к Сватово и Рубежному, это больше выглядит, как ведение войны на словах, отметили аналитики. В Донецкой области положаются наземные атаки врага, у которого есть частичные успехи на южных поступах к Бахмуту. В то же время украинские военные отбили атаки оккупантов под Бахмутом, Иванградом и Зарянкой. Так, посмотрим Бахмут, что у нас происходит, сейчас подробнее. Так, да, под Бахмутом идут бои, вот опять синим-красным, ясноватые идут, ясноватые. Здесь, я вам говорил, еще идут бои Владимировка, вот, в районе Докучаевска. Ну, это бои местного значения, особенных продвижений нет. В общем, вся сила, сейчас, я думаю, ВСУ подготавливает штурм в районе Сватова, в этом направлении, вот, думаю, Белокуракина вот здесь пойдет, если удастся обойти Сватова и может даже и взять его, как бы, в кольцо даже. И вот, дальше поехали. Так, сейчас посмотрим, что происходит конкретно здесь, в Херсоне. А с Херсона уже убегают коллаборанты, ихняя власть, и они уже понимают, что уже скоро-скоро, в течение, может, недели-двух, уже войска ВСУ подойдут конкретно к Херсону. Уже даже их не губернатор, но в поставленный, как бы, говорит, что надо срочно убирать, забирать всю эту, ихнюю, как сказать, власть, их переселять, и граждан, и коллаборантов, в общем, и кто там находится в Россию. Или в Крым, он сказал, надо нас отправлять, типа, увозите, или уже на территорию России, потому что здесь опасно находиться. И вот последняя информация. Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ, да. Есть такая информация, в интубе ролик, я там подробно все слышал. И вот, что здесь пишут. Офицер мешал им сдаться в плен, да. Офицер младшего звена мешал им сдаться в плен, их было 60 человек, они его застрелили и пошли с флагами сдаваться. В Херсонской области в плен украинских защитников сдалась большая группа, да, там около 60 человек, частично мобилизованных россиян. Всех оккупантов перебросили на один из самых горячих участков фронта, без подготовки, снаряжение с приказом стоят до конца. Так, перед тем, как связаться с украинской стороной, россияне тщетно пытались договориться с своими руководствами, да, ну, эти командиры, лейтенанты, или кто в них там командует, тоже набранные из этих самых, как новобранцев, чтобы отходили на вторую линию фронта, потому что и не прошли курс молодого бойца, и не получили нужного снаряжения, ни бронежилетов, ни касок, ничего. И вынуждали даже воевать без патронов. Вот пишут, что кинули на убой, в общем. И конкретно этих мобилизованных кинули на убой, и вот что здесь произошло. Так, почти все мобилизованные сдавшихся группы не имели патронов, их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боенкомплект в ближайшее время. Так, офицеры объяснили чмобикам, что назад им дорога закрыта, любой шаг с позиции направления российского тыла их будет расстреливать на месте их загранотряды. Так, и, в общем, группа мобилизованных решила устранить этого офицера, и, как бы сказать, вот, им пришлось убить командира, да, в последней информации. Типа, он не давал им сдаться в плен, они его расстреляли. И поэтому, как бы сказать, после этого, как они устранили офицера, они спокойно, как сказать, пошли и сдались, созвонились, там есть такая линия связи по телефону, что мы идем сдаваться. И все, и конкретно вот они сдались в плен, и все, и остались живы. Где-то около 60 человек, говорят. Вот такая информация. А НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими дронами. Вот уже генсек НАТО заявил, в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с этими беспилотниками, в том числе дронами Камикадзе иранского производства. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Толтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Так, и вот теперь, да, что сейчас уже РФ завозит в Беларусь. 32 дрона Камикадзе, и еще завезли 8. В общем, много дронов, там большое количество завозят. В воздушных силах ВСУ сообщили, что из-за использования российских дронов Камикадзе иранского производства, сейчас начались тревоги и бомбежка украинских городов российской, этими авиацией, дронами. И теперь беспилотники лишают на небольшой скорости, где-то до 180 км в час. И вот их надо уничтожать. Это модификация Шахид-136 иранского производства. Так что НАТО передает вооружение, вот, то есть будет специальное оборудование, эти, как сказать, противоракетные, противодроновые, все это установки. И вот армия РФ потеряла уже где-то 500 военных и 5 РСЗО. Последняя сводка новостей. Очень много стали потерь армии РФ нести в последнее время, бросая неподготовленных, мобилизованных солдат, они гибнута. Силы обороны Украины уничтожили еще 500 российских военнослужащих, 10 танков, 10 террористских систем и 5 РСЗО. Вот уже 64-300 со стороны России погибло, плюс 500 танков, 2521 плюс 10, БТР, БМП вообще больше 5000 плюс 5. В общем так, самолеты посмотрим, нет, 268, вертолеты 240. Вертолеты вчера много сбили, сегодня пока нет. Беспилотников много сбивает, этих дронов, этих самых шахидов, 136 модель иранских, 1199, почти 1200. Так что вот, армия РФ, говорю, терпит поражение на всех линиях фронта, я скажу. И под Херсоном дела идут очень плохо, сейчас уже паника там, практически ВСУ стоят где-то, уже приближается, километров 20, уже, я думаю, 15, под чуть-чуть. С этого направления освободили, здесь уже, я говорил, в этом направлении. Так что идет паническое отступление. И правильно надо уходить им с этого берега правого, потому что их уничтожат, все равно медленно, уверенно выдавливают. И вот здесь еще, да, по всей линии идут бои, я вам говорил, и в районе Бахмута, Авдеевки, Осиноваты. И вот тут, пока горят огоньки, не знаю, продвинутся ли ВСУ в направлении Докучаевской или Волновахи, пока непонятно. Потому что, видно, горят огни, значит, идут бои. Пока Докучаевские не горят сине-красным, пока, значит, ничего непонятно еще. Пытается, видно, окружить эту группировку Донецкую, но здесь очень, линия обороны очень мощная, навряд ли тут, тут тяжелые бои. Надо вообще ВСУ было командованию дать наступать вот, по этой линии. Здесь вообще городов нет, здесь практически, видно, поля такие, нету укрепленной линии обороны вот здесь наступать и так брать в кольцо, как бы. Потом идти на рубежные или сейчас, ну, я так думаю. В общем, вот такая информация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.